ну смотри я сейчас пишу письмо ответ глеб задает вопрос говорить о сотрудничестве хотелось бы понять в цифрах потенциал предприятия какова может быть выручка доходность налоги и так далее ну вот я пишу что тысячи голову с каждого наименования утки гусь и гнят козлята эдуард а ты сколько закупаешь сам у меня сейчас 20 гусей в наличии уже поставил мы считаю что каждый по 15 этих гуся принесет уже 300 30 или 300 300 300 плюс этих заказал цыплят 150 из них половина будет петушков у меня сейчас в наличии козлята по-моему 8 козлят из 30 овечек у меня будет 15 этих ягнят то есть тут минимум да сколько 8 козлят уже когда еще может быть и при потребности можно будет купить мальчики девочки поэтому я нацелен на расширение при необходимости либо мы докупим либо ситуации у меня часть ягнят родились осенью и часть в апреле на мая забои все будет точнее происходить подросли скажи еще раз я не стал гусь гусь до дорога гусей на всегда каждый несет 20 на 15 но это то что без заказа я просто увеличен без заказа тоже так а курей сколько ну 75 будет и 150 а да все фонус сейчас я ему прям напишу в и а и и и и и Так, ну ладно. Так. Значит, цена без учетки. А, слушай, сколько стоят бумаги, если оптом, либо заключать договор с магазином, с быт? Сколько стоят бумаги, которые для магазина? Ну да, какие там требуются, я не знаю. Смотри, по птице, по птице, по птице. Самое важное, что по птице я не смогу большие объемы обеспечить на сегодняшний день, по крайней мере, поставки из-за того, что даже бумаги мне знакомые могут помочь. Но мне сложно будет в связи с тем, что линии забоя у меня нет, а птицу разделывать оказалось очень энергоемкое по времени. У нас местные жители, я в прошлом году нанял, они вышли. Зарубить, зарубили, повесили их, ощипывать, начали ощипывать, я по курить, я по курить, я по курить, и четыре человека ушли. Так не доделали. Ну, это может быть от... Деньга все покупается сейчас. Малоплатил. Да нет, почему. Ну как, я же не могу заплатить по цене «Круся». Я обратился по цене, как другие предприятия занимаются. Ну, мне сказали, что, говорит, нанимают кохлов, но опять можно понимать, если понимать, какие объемы, да, то есть актовые покупки там, если будут, то это хотя бы там заказ вот нескольких сотен, да, то есть. Ну, ладно, сколько бумаги стоит? Я думаю, что с этими гусями-то бумаги не будут стоить нисколько. С баранами надо выяснить. Ну, спроси. Ира, с баранами мне надо выяснить, спросить. Ну да, я понял, ну спроси, выясни, а потом напиши, как узнаешь. Да. Так, ну ладно. В принципе, ну, Глеб, он на это дело смотрит, конечно, с точки зрения бизнеса, то есть, чтобы купить, допустим, условно, те же тысячи, да. Вот, понятно, что ему неинтересно связываться там за маленьких количеств. Вот. Так, ладно, я ему отправил ответ. Что мы хотели сегодня? Ты скажи ему, что, как бы, Валеслав-то не единственный фермер существующий. Главное, технологию самокатаем, краудфандинг какой-то, крипто, скажем. И, как бы, во-первых, Валеслав тоже будет расширяться. Смотри, приходишь, приходишь к человеку, говоришь, вот тысяч единиц продукции, а покупай за рубль. Да, он смотрит, сколько это здесь на рынке стоит, стоит оно 2 рубля. Он понимает, что он на этом рубль заработает. Дальше он питает, сколько стоит логистика, сколько стоят документы, сколько риски стоят. Если это больше, чем доходы есть в банке или вложения в какие-то другие дела, он в это влазит. Если это меньше суммы, то он не влазит, все просто. А он хочет быть инвестором или что? Я тоже не понимаю. Ну, вообще он и инвестором является кем угодно, если это интерес представлять. Просто у нас, например, не было еще таких проектов, где были инвестиции. Мы с ним всегда только на уровне обсуждения каких-то идей. Не знаю, сейчас как бы я не вижу его роли инвестора, а вижу как юрист, ну, как бы, юридический вопрос, чтобы он был аналом. И на это имел свою долю. Все, как инвестора я вообще его не вижу. По сути, да, и так же так же. Надо понимать, если он влазит как за долю, то надо считать, сколько потенциал, сколько он времени потеряет, заработает 3 рубля. Тогда это потенциал получается не одного Волюслава Райна, если мы говорим о технологии крипто-технологии, то есть краудфандинг такой, краудселл. Тогда надо формировать такое предложение, что это не клуб Машкина, а это пускай будет там краудфандинг, да, и мы организуем команду. И тогда первый проект здесь, условно, Машкина, который мы оказываем, здесь описывать уже не гусей, а описывать саму услугу консалтинга. Сколько она стоит, сколько потенциал заработка, сколько потенциал клиентов. Что нужно сделать? Ну вот к нему я как бы вижу, что надо именно с этим вопросом идти, а не конкретно про реализацию продуктов Машкина. Ему с Машкина вообще не интересно, ему интересно именно блокчейн, там, вот эти все вещи. Так, вот он написал еще, что проще сделать документ оферты, описание так. Да, я скину, блин, это надо все читать, все чай. Вообще, да, вот этот один раз нам надо, по сути, сделать документ, документы, да, то есть это вступление в клуб. Я думаю, что аналогично можно делать с любыми фермерскими, с любыми вообще предприятиями. Я сейчас скинул этот файл в скайпе. Ага, я вижу головной отдел, кооператив, что это? Я сейчас подготовил свое видение, как развиваться. У меня с партнерами начал обсуждать. Наоборот, посмотрите, как я вижу развитие. Или можно открыть, я сразу свои комментарии дам, если хотите. То есть это дело, к чему мы идем. Это клуб? Это про клуб, да, получается? Нет, клуб, это оператив. То есть у нас в собственности 7 тысяч гектаров земли. И как она видится, для того, чтобы управлять этим активом, мы в дальнейшем собираем такой большой кооператив, где будет главная организация, которая на себя возьмет определенные функции, и множество отделов, каждый из которых будет заниматься своим делом. То есть для того, чтобы насытить нашу территорию большим количеством людей, готовых работать на земле, нам необходимо создать инфраструктуру. Инфраструктура начнется с того, что вначале надо создать базу экономическую, это симптом и карман. Что такое МТС, структурное подразделение МТС? Это техника. Моторизированные системы, что ли? Ну я уж не помню, сейчас врать не буду, как она точно называется. Напиши МТС колхоз. Машин транспортная станция. Машина тракторная. Я хочу заметить, вот эти новые сейчас изменения, которые еще не приняты, они фактически делают кооперативы. Сейчас, я насколько понял, отличие кооперативов от ООО, и других юридических и коммерческих фирм, оно только в системе управления. В кооперативах там общее собрание всех пайщиков, а в ООО, там это совет директоров, да? Большая разница. У кооперативы каждое отделение имеет самостоятельность. Это упраздняют. Там не по отделениям, а по участкам раньше. Сейчас участки упраздняют, насколько я понимаю. Но пока это не принято. Нет, ну я рассматриваю сегодняшнее. Как там завтра будет, еще неизвестно. А сегодня государство на кооперативы предоставляет кредиты, там 60% от инвестиций до 30 миллионов. Это про сельскохозяйственные кооперативы, да? Да, да. Ну да, есть программы, да, там социальный, Роский сельхозбанк дает. Ну а 60% субсидий, то есть, считай, ты рубль вложил, 50 копеек тебе вернулось. Ну даже не 50, а 30, это уже хорошо. Ну да, в принципе там любая, ну как бы смотреть, какая юридическая форма, ту, которую надо, регистрировать. Но вот вообще не панацея. То есть это просто юридическая форма. Ну да, я понимаю. Как бы юридическая форма кооператив, это очень выгодная юридическая форма по отношению к остальным. По многим критериям. Поэтому ее и выбирают. Поэтому, конечно, будут всякие кооперативы, артели, колхозы, это все оттуда произвольно. Ладно, какие вопросы у нас на повестке? У меня на повестке самое главное, да, это вот я имею не потребный, точнее, я для вас должен подготовить материал, как вы там написали, первое. Второе. От вас я жду как бы заказов. А параллельно я выполняю работу вот я там то, что написал в документе, да, то есть приглашаю поучаствовать там все на заготовке, потому что сейчас сезон идет. Ну и вы видите, то есть основное, чем, как я вижу, во что может вылиться наша совместная деятельность, да. То есть это отдел сбыта продукции. С большой территории все равно надо это делать все организовывать. И вот сейчас, создав эту структуру, нам не будет смысла заниматься новой структурой. И я вижу вас как партнерами, которые могут взять на себя эту функцию. Слушай, Варислав, а Питер как рынок сбыта рассматривается? И далеко сильно? Ну, все зависит от объемов. Далеко, близко это только объемы. Чем, допустим, беды продажи Москва-Питер. Без разницы. Ну, сейчас, на мой личный взгляд, надо с документами разобраться, чтобы, так сказать, не сесть в лужу, да, там. Да, да, это правильно. Это очень важно. Когда у нас будет понятная схема взаимодействия с различными группами потребителей, у нас их может быть достаточно обширно, да. То есть одно дело, там, людей, молодых, которым интересно просто поиграться, да, в блокчейн. Такие слова для меня, они как-то инородные. Ну, купон. Это купон на товар, вот и все. Надо написать структуру потребителей, услуги, которые мы можем создать. И когда это все будет сформировано, уже будет понятно, как двигаться, да. Допустим, я понимаю, что агротуризм, может быть, востребован, может быть, да, то есть готовы в этом году начать, да, с каких-то, там, первоначальные шаги, которые не будут водить людей в заблуждение, что там, я говорил, что раньше мы очень большую сумму вкладывали, ну и получили убытки. Так мы не можем продолжать, да. Ну, значит, он должен быть реальный. А реальный тут реальности надо описать, да, как я говорил, то есть немного будем заниматься туристами. Ну, уж с чего-то начнем. Дальше будем это усиливать по ситуации. Будем заниматься, то заниматься тоже, как бы, не серьезно. Это надо программы составлять, там, то есть, как-то, если питание, там, реклама, это, как бы, тоже довольно-таки серьезный процесс с агротуризмом. Вот так, если, как бы, просто, там, типа, как, ну, видит кто-нибудь, значит, хорошо, не видит, там, плохо. Так тоже, это же не подход. Это не подход, но я понимаю, что свои силы, да, то есть, силы в команде. Когда команда готова взять на себя каждое какое-то направление и двигать его, ну, тогда будет результат. Да, то мы речка. То есть для того, чтобы это направление развивалось, нужны люди, которые этим заинтересованы, в первую очередь, в самом агротуризме. А потом уже, во вторую очередь, уже заинтересованы в прибыли. Ну, в агротуризме, вообще, заинтересованы люди. Вот я разговаривал, тут, наверное, слышали, у нас здесь, под Тверью, итальянец сыр делает. Я с ним знаком, и он говорит, что, когда будет интересно, люди поедут и за тысячи километров на Камчатку летают. Конечно. Ну, вот, и поэтому важно, чтобы был интересный продукт, и на этот продукт приедут люди. Согласен, я уже о том тебе и говорю, что просто как бы так, ну, у нас тут как бы есть поле, приезжайте, погуляйте по полю, палатки берите с собой. Это как бы не серьезно. Поэтому, если к этому вопросу подходить, как бы, то это надо делать, как бы, комплексно. Это нужно, нужны люди, чтобы этим занимались. Чтобы это был действительно агротуризм, а не просто, там, можно же так же просто в поле, вон, поехать. Если я могу поехать просто вон, полчаса от города, там, час, думаю говоря, отъехал, максимум. И все то же самое. То же поле. Скажи, одно дело, когда тебе будет уже позволено общаться с животными, когда у тебя есть желание чему-то научиться, и ты будешь соприкасаться с этим, ты в поле такой не будешь. Я просто понимаю, что на сегодняшний день варианты услуг, которые мы можем качественно предложить, они ограничены работой с животными. Чем больше будет это приносить доход, тут уже будут браться специальные люди, которые будут дополнительно. У нас есть кони, пожалуйста, это центр притяжения для детей, то есть покататься на коня. Когда я снижу превью, на ленинге, там, где написано про агротуризм, там, прям, нужно сделать, прям, нормальное дело, там, с нормальными фотографиями, там, кони, не кони, там, конные прогулки, то есть прям, сделать, прям, и по мини-прайс, там, да. Каждый может услугу расписать, там, что это дает, там, ну, как это влияет эмоционально, физически, как бы, и так далее. То есть, значит, если мы говорим про агротуризм, то есть надо и предложение сделать, ну, более-менее, такое интересное. Они просто там, ну, как вот сейчас Ярослав, допустим, написал, там, ну, там, тактильный зоопарк, там, кони, как бы, там, конные прогулки, ну, можете в палатках поночевать, там, то есть, ну, как бы, это не серьезно. То есть, если мы говорим про агротуризм, то мы должны, как-то его, как-то, тоже преподнести, как бы, хорошо. А лучше тебя, как бы, да, никто об этом не скажет. Ты хотя бы так тезисно накидай, уже подумай, как это красивее преподнести, ну, в смысле, визуально. Там текст, может, подтектируем еще. Хорошо. В течение недели, как бы, я планирую доделать лендинг, там осталось свистать, ну, может, что-то там доделать еще мелочи. Ребят, я сейчас полет отойду, хорошо? Да, заканчивай, наверное, думаю. Данил, ты тут? Да. Ну, что-то я хотел спросить по поводу сайта дизайна. Дизайн очень хороший, мне понравился, его надо верстать. Ты там написал, что здесь человек, там, девушка, да, которая может верстать, но позже, да? Ну, как бы она, как бы, занялась, но она говорит, там, есть у меня, там, по часу в день, там, вот она будет заниматься, там, час стоит, может, уже два года. Вот, так бы, сегодня человек, еще один написал. Он говорит, типа, мол, могу быстрее сделать, ну что-то. Он пока мне не ответил, я ему написал, типа, давай созвонимся, прибеседуем. Он пока молчит. Ты что предлагаешь? Ну, вообще, у меня сейчас времени нету. Я предлагаю рассказать по чатам, сказать, что вот, ребята, организуется клуб, значит, летом туда приехать, отдохнуть и все такое. Давайте сделаем там страничку, ну, в общем, помощь нужна. Я, честно говоря, не рассчитываю на то, что там бесплатно кто-то что-то будет делать, но, в принципе, как затравка такая, она может сработать. Это как реклама работает, да, сейчас. Ну, то есть, привлекая человека, да, который там нарисует... Ну, конечно, кидай, как бы, ну, вот у меня лично, как бы, нет финансов, значит, это вот... Ну, тоже там у верстка, грубо говоря, там это выйдет, там минимум пятерка на эту верстку. Нет, финансы сейчас вкладывать не надо, значит, финансы имеют смысл вкладывать в продажи вот курей и гусей. Пока продаж нету, дальше туда вкладывать нет смысла пока. Вот, это умывается. Вот, нам, да, нам понять сейчас востребованность и токены, в принципе, ну, люди-то уже пишут, да, то есть, где купить токены. Токенов еще нету, и я, честно говоря, их еще даже маленько побаиваюсь выпускать, потому что, фактически, прецедентов таких нету. Все вот эти шляпники, там, там, это все... В любом случае, если вы делаете благотворственную книгу, то есть, дать, ну, отдельные документы, грубо говоря, ну, дублировать информацию, что вдруг, там, если там, NXT, там, что-нибудь случится, всякое бывает. Ну, да, это понятно, дублировать, то есть, это фактически идет речь о купле-продаже, и для этого нужен договор. То есть, я вот с договором бы сначала разобрался, так как я в этом тоже ничего не понимаю, вот, Глеб сейчас скинул, надо это дело прочитать по-хорошему, вот. И составить договор. Оферту, ну, то бишь, оферту, да, оферта становится договором в момент акцепта, в момент оплаты. оплату связываем либо покупок, там, либо Яндекс, либо, ну, Сберкарта, она, не, 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 не очень, ну, тем не менее. Да, вот почему. Либо, там, ну, тут же, там, допустим, вы можете перевести, там, на какие-то, какие-то реквизиты. КФК. Для этого лучше связаться, там, с временем по телефону, ла-бла-бла, как-то так. Ну, смотри, привязывать работу с банковскими картами, то, что касается рублей, это, ну, как бы, сам просто так не привяжешь, то есть, надо использовать какой-то платежный шлюз, типа Яндекс денег, либо покупок, либо, там, этот мандарин, или какой-то дельсин, либо, там, киберкасса, ну, что-то такое. Либо, в какой-то теплице есть, там, тоже, как это называется, что-то ультрофон. Модуль, на этом, на вордпрессе, с платежными системами всякими, там, ну, там, указывают, что это только реквизиты банковские, и он автоматически на все это делает. Ну, с этим надо разбираться, но суть какая? Значит, когда присоединяешься, заключаешь договор и указываешь реквизиты. Договор заключается либо с физическим лицом, либо с юридическим. Если с физическим, то там, естественно, ограничения по оплатам и так далее, ну, и назначение. То есть, физическое лицо за что может принимать оплату? Ну, как пожертвовать, да, может, наверное. В этом плане, ну, да, физическое лицо, оно, как оно же, по идее, продавать не должно товара. Нет, нет, не нужно. Незаконно. Вот, поэтому здесь, да, здесь юридическое лицо, и надо договор заключать. Для этого реквизиты нужны реквизиты с тем же самым по купон. Мне кажется, это наиболее простой вариант. Тем более, что ребята, они готовы помогать и в перспективе при собачьем блокчейн. Да, конечно, они вообще очень заинтересованы, чтобы у них что-то было. Потому что ты видел, что он скинул, какие там проекты у них размещаются. Ну, как бы я говорил, там какой-то детский сад, и на интернет-магазины это вообще мало похоже. И если какие-то будут более-менее реальные, нормальные проекты, как бы, я думаю, что они там почутятся сразу же. Ага. Ну, там пока детский сад, да, по поводу кейсов, а по поводу внутренней начинки на покупку, там вполне такой нормальный конструктор. По-моему, очень даже хорошо. Вот, и вот на начальном этапе можно недорого совсем подключать. Там даже в зависимости от объема видишь, как бы там изначально вообще бесплатно. То есть там свыше какого-то объема начинают там уже процента, два там. Ну там, по-моему, больше 2 процентов, да? 2-3 процента максимально. 20 процентов за что? 2-3 процента комиссия у них. А, ну там, мы когда разговаривали, он говорил от 3 процентов. От 3. Да, я учитал, там было вот на 20 лет. Посмотрю еще разок. Как бы это, на самом деле, пожелаю. Ну, я думаю, 3,5-4 процента. 2 процента для тех, кто много денег гоняет, для них 2 процента. Здесь понятно будет, там, 3-3,5, там, 4, ну, может, 5 процентов. Ну, я на связи. Ага, привет. Так, ну вот, тариф – это, короче, не стартап, а сейчас, секундочку. Че-то подвисло. Так. Так, оборудовать эти тысячи рублей бесплатно, потом 0,75, 0,5, 0,25, 1,25, 1,5. Ну, в общем, больше полтора процента нету, так что, в принципе, нормально. Ну да, максимально полтора процента. Так, ладно, давайте продолжим. Что-то, Мирослав, по угоду договора-то говорил. Ну, вот лендинг, я говорю, то есть раскидать по чатам, ну, если это можешь сделать, то есть написать примерно так, что мы сейчас делаем сайт, вот сделали макап, смотрите внешний вид, нравится, не нравится, какие комментарии, и ищем человека, которому это интересно, который может сделать дизайн. Пока заплатить ничего не можем, можем дать подарок курицу. Ну, как бы, в принципе, так и объясняю мне. Ну, я делаю, да, я этим занимаюсь. Я говорю, вот один написал, как бы, девочка одна откликнулась, один сегодня отписался, но пока еще не отвечал. В чаты какие? Есть только парочку специализированных программистов. Ну, хорошо, я закину. Да, везде раскидать просто там ссылки, спам. Что еще на повестке? Ребят, мне тут женщина позвонила на днях, хотела купить курицу. Я говорю, ну, мы сейчас пока только в яйцах они находятся. За клиентом надо было узнать, откуда она получила информацию. В розницу она хотела отзвать? Да. Ты всех фиксируй, всех клиентов, которые звонят вообще, всех записывай, сделай себе отдельный файл и записывай там, сделай там колонку, какой товар, количество товара и откуда клиент, спрашивай тоже. Хорошо. Ну, фиксировать там хотя бы номер телефона, чтобы, когда это появится, взять и обзвонить их. То есть это уже теплые покупатели, да, там, или даже горячие, если можно сказать. То есть это человек, который хочет купить у тебя курицу, просто на данный момент ее нет. Как только она появится, ты звонишь, и большая вероятность, что она купит ее. Да, она же не ест курицу там раз в жизни. То есть, скорее всего, она постоянно сноит и ест мясо. Поэтому будет актуально в любом случае. Ну, в данном случае мы пока говорим про вот кейс не постоянной продажи, а именно запустить. Понятно, что надо сделать так, чтобы люди потом вернулись, если желать. Ладно, здесь пока с документами. В общем, я хочу пока подождать, пока что, Глеб там созреет, не созреет. А что у нас тут? А вообще надо что-то активизироваться по-хорошему. Пока нет, вы движетесь, я смотрю, это молодцы. А вот там скорость, это зависит, мы же учимся. Пока мы, я так понимаю, что этот год у нас, результатов этого года может быть просто даже подготовка к следующим годам. То есть, составление всех вот этих нюансов, связанных с договорами, с понятием, как разместить эту рекламу, кто будет заинтересован, лица. Вот это все, мы в этом году пройдем. У нас уже будет возможность расширить базу. У нас же в деревнях есть люди, которые готовы что угодно вырастить. Им нужна гарантия под сбыт. Можно и кроликов, у меня там знакомые. Я говорю, а что у тебя там только 20 кроликов? Говорит, блин, ну, мороки-то много с ними, а сбыта, кроликов, тоже там тысячу или больше. И так это все. В детском хозяйстве, чтобы получить доход фермеру, ему надо количество. А количество сбыта, мы сейчас с вами можем отработать всю модель, подготовить документы, подготовить покупательские все, понимать их потребности. И потом разместим, что я сделаю, что там другие ребята. У меня же сейчас через заготовку сена укрепляются связи с местными жителями. Потому что я их тоже втягиваю в заготовку сена. Подскажи, Валерий Славов, какой процент людей, вот я там помню, мы когда с тобой встречались, там было 68 деревень. Сейчас я так понимаю, там еще больше стало деревень у вас, 7 тысяч долларов стало. Какое количество... Я про людей. Какое количество людей имеет доступ к интернету на этой территории? Примерно. Не интересовался. Ну, ребят, тут вначале надо отработать весь механизм взаимодействия. Когда он будет налажен, когда будет все понятно, как, что мы предлагаем, и ожидания покупателя и производителя будут реализованы, вот это уже готовый продукт. Тогда он уже тиражируется быстро. Да, все верно. Давайте, чтобы не затягивать сильно. В общем, сейчас пока с документами. То есть я, честно говоря, боюсь делать привязку оплаты. То есть вот сделали заглушку, да, там. Как бы на частное лицо можно принимать, там, обязательств нет каких-то юридических. А сейчас подготовка документов. Понятно, что мы сейчас делаем проработку всей этой модели для того, чтобы потом в дальнейшем предлагать, как в клубе Машкина, так и в других, там, клубах, там, предприятиях, там, чего угодно. Вот. То, что вот сделал вот эти, ну, новости-вброс. Ко мне несколько человек позвонило. Ну, это вот так, как сказать, интересно стало. Мы поговорили, и дальше все. То есть нужны, нужен кейс. Причем он юридически должен быть правильно сделан, чтобы, не дай бог, там, ничего не выплыло там. Поэтому я вот именно на юридическую часть желательно, чтобы Глеб, вот, я думаю, там, на предстоящей неделе к ним все это говорить, переговорить. В общем, если он будет делать, то очень хорошо. Если нет, тогда нам придется изучать эту юриспруденцию. Вот. Это важно. И, да, сейчас это идет реклама. Реклама. И, в общем-то, мы можем говорить, что вот мы, там, инновационные, там, фермеры на блокчейне, там, или как угодно. Вот. Оно отчасти является правдой. По поводу технической части. То есть это такой вопрос, ну, его надо разрабатывать, но я тоже жду, потому что, по идее, Waves обещались сделать в марте. Ну, вот, март, он как бы идет, может быть, сделают, может быть, нет. В общем, по обстоятельствам будем дальше смотреть. Ну, выпустить токены легко. Ну, выпустить-то легко, а дальше-то что с ними делать? Вот. И там надо программировать, а это долго и дорого. То есть там разработка, она в миллион, как минимум, вылезет. Поэтому я хочу объединять еще с другими разработками. И сейчас ищу проекты, которые, как бы, примерно аналогичны для того, чтобы выпустить токены и менять токены на другие токены. Пока таких проектов нет. Вот. Ну, в принципе, тут переговариваем, встречаемся с людьми. И тут 15-го числа будет 14-го числа встреч. То есть там на следующей неделе несколько встреч, возможно, что-то из этого получится. Вот. Кроме того, тут есть еще отдельное направление. Это железо. Там, майнеры. Ну, как бы, это, мне кажется, совсем другое. Но, тем не менее, может быть, тоже из этого что-то получится. Вот. К тому, что там какой-то софт разрабатывает. В общем, сейчас есть параллельно несколько вот этих направлений, идей, под которые Машке... Ну, надо понимать, чтобы разработать, нужны деньги. А сейчас пока денег нету. И даже если посчитать, там в продаже будут совсем небольшие деньги, которые не покроют затраты. Поэтому мы... Перевью это. Я общался с человеком по поводу NXT. Он говорит, как бы, там не нужно никаких миллионов. То есть, и там куча программистов. То есть, вот выпуск токенов, да, то, что ты говоришь, там, 9 миллионов токенов вы выпускаете. Потом людям их раздаете, и они, ну, на кошелек просто пересылаются токены. И они уже могут тоже между кошельками друг к другу помениваться. То есть, тут не нужно никаких миллионов. Это довольно-таки простая задача. А вот уже прикрутили это к сайту, к вашему, как бы, это уже сложнее. То есть, тут уже возникают вопросы. Ну, я это знаю, там, выпустить на NXT это 500 рублей стоит, примерно, в пересчете. То есть, это 1000 некстов, умноженная на его курс. А выпустить токены легко. Там заходишь, это буквально там 5 минут. Есть вопрос в том, чтобы сделать удобно. Когда покупаешь курицу, и, допустим, потом выставляешь, хочу эту курицу продать, там, купил за 1000, хочу продать за 1200. В этом случае, да, это биржа. И в NXT есть внутренняя биржа, но там выставляется в NXT. А NXT он волатильный. Поэтому нужно привязываться к текущему курсу. Если, допустим, это делать через личный кабинет на сайте, то там надо будет вводить этот внутренний курс NXT к рублям. Которые, ну, где-то брать, в общем, это надо привязываться к какой-то бирже через API. Я думаю, что вообще не нужно привязываться никаким другим биржам. И вообще даже к рублям привязываться не стоит. То есть есть как бы токены, да? Вот 100 токенов, ну, или там, допустим, один токен на курицу. Вот сегодня он стоит там к рублю, допустим, там, я готов купить. То есть это естественная биржа. Понимаешь, когда есть предложение, есть спрос. Вот есть токен, а одна курица. То есть он равен одной курице. Я выставляю его на продажу. А этот токен, допустим, курица будет там готова через два месяца. И она будет там не сидеть. Стой, а, стой. Выставляешь на продажу где? И по какой цене? Ну, вот. Это естественная биржа, которая будет на сайте клуба Машкина. Ну, к примеру, если мы говорим о клубе Машкина, то мы сейчас говорим конкретно про клуб Машкина. На его сайте, в личных кабинетах люди обменивают, ну, люди имеют свой счет. И есть на этом же сайте биржа, где они могут выставлять эти токены на продажу по своей цене. То есть я хочу там 15-15 рублей. Сейчас я договорюсь, секундочку. Сейчас. Я, допустим, хочу за токен там 15 рублей. И, допустим, для кого-то это приемлемая цена. А я, допустим, хочу 50 рублей за токен. И все думают, как бы, там, ну, дорого и не берут, как бы, а предложение, как бы, оно висит. То есть как обещание обычно. То есть я меняю там токены на деньги, либо там, ну, и так далее. Понял, да? Либо на какой-то другой товар. Нет, не понятно. Не понял, да? Смотри. Создается биржа. Стой, 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 стой. Смотри. Когда ты выставляешь токен на продажу, токен это товар. Например, хочу там продать за 1200 рублей. Правильно? Люди же в рублях. Да, да, в рублях. Именно в рублях. Когда мы говорим про децентрализованную там токены, то они могут либо, как бы, храниться в кошельке самого сайта, это тогда будет централизованно. Либо это все-таки в кошельке человека это децентрализованно. Кошельке человека. Вот. Если в кошельке человека, значит, там можно выставить децентрализованную биржу. Если говорим про NXT, то там выставляется BIT и ASK в NXT. То есть, не можешь так. Сейчас ты ушел в другую сторону. Смотри. Варислав, тебе неинтересно, ты можешь откалываться. Я понимаю, у тебя задача, мы тут немного не встречаются. Сейчас еще обсудим. Хорошо, ладно. Смотри, как бы, Варислав, у людей есть свои кошельки, которыми они владеют. Они напрямую выставляют. Они прикручены. Но есть же кабинет, которые могут перейти на сайт и также посмотреть свой счет. То есть, по API этот кабинет число это передает. Сколько там токенов у тебя такого-то. Там куриц токенов, там яйца токенов и так далее. То есть, это кабинет отображается. Ребят, извините, пожалуйста, я сейчас на это положение, документы еще приложил. Положение семейного клуба, это тоже было, это проработано. Ну, подойдет вам или нет, это уже там... Давай-давай, кидай все, что есть. Я прочитаю, что-нибудь выковырю оттуда. Хорошо. Открыл, смотрю. Хорошо, Вася. И что там, я здесь рядом. Я откалываюсь, потому что я не понимаю вообще то, что вы говорите. Да-да, я поэтому сказал, что как бы ты уж тебе на днях делами, а мы тут своими делами продолжим. Давай, хорошего дня тебе. Здрасте. Смотри, на этом же, то есть, ты говоришь сейчас о децентрализованной бирже. А нам важно, какая будет биржа, централизованная или децентрализованная, правильно, по сути? То есть, нам важно, чтобы сами числа, токены, они были децентрализованы, чтобы их нельзя было изменить. А биржа тут, это же просто предложение. Это на самом деле не важно. То есть, мы, допустим, создаем у себя на сайте вижу, либо создают предложение, то есть, как объявление. Продаем токены, там, допустим, там, выпуск продукции, там, через два месяца по такой-то цене. Либо обмен, там, на тосе-босе, вот так. Ну, хорошо, вот объявление расположил. А как процесс купли и продажи происходит? Процесс купли и продажи происходит. То есть, допустим, ты разместил токены, я хочу их купить. То есть, у нас уже, как бы, мы к клубу Машкина никакого отношения не имеем. Мы между физическими лицами производим обмен. То есть, получается, что мне нужно будет зайти, ну, то есть, тебе деньги перевести на карточку, допустим, там, либо каким-то еще способом, там, ты переводишь их на мой кошелек, эти токены. Ну, давай, давай, так вот, например, у тебя есть курица токен, да? У тебя есть, ты запрашиваешь, у тебя есть курица токена, я хочу у тебя купить. Хорошо, давай, у меня есть курица токен, вот, и я располагаю его, значит, хочу продавать за 1200 рублей. Я вижу объявление, говорю, о, мне это цена расходит. Или это, тебя звонили, и расстав, как бы, есть не тысяча, а есть не тысяча, а есть не тысяча, хочу купить. Погоди, стой. Я его разместил. Разместил. Так? Да. Вот, и ушел. Да. Я же не буду постоянно на сайте сидеть, да? Правильно. Вот в этом объявлении я что, еще номер телефона должен написать? Ну, да, конечно, то есть, или там почту, как-то, мне это, не, мне это вообще не надо. То есть, чтобы мне звонили. Не покупай токены, как бы, не разрешай объявление, а что тебе это не надо? Нет, Данил, это все, ну, не так. Не, можно так сделать, но… Ты хочешь, чтобы это было в автоматизированном режиме, там, там, все это? Да, это должно быть в автоматизированном режиме, иначе это какая-то, ну, совсем не то. Не, я понимаю, о чем ты говоришь. Сделать можно, это можно сделать прямо уже, там, сейчас можно сделать. А, погодим, у меня, 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 у меня есть биткоины, и просто мне на почту пришло уведомление, что, вот, человек готов обменяться, там, ба-ба-ба, нажмите вот сюда. То есть, есть какой-то гарант, биржа, да, куда отправляю, я, допустим, отправляю деньги, битки, допустим, указываю свой кошелек, и через биржу, мы контактами вообще не обмениваемся. Значит, одно дело, обменник типа LocalBitcoins, когда там есть гарант в виде LocalBitcoins, да, который блокирует биткоины на момент передачи, если что-то пошло не так, то, вот, вот. Вот, как бы прямой обмен он никто не запрещал, понятно, но это вообще неудобно. То есть, это можно, но это неудобно. Дальше, есть биржи. Есть биржи централизованные, есть биржи децентрализованные. Вот децентрализованная, там, фактически, вот одна, это NXT. И можно автоматизировать, в том числе, через децентрализованную биржу, в которой записывается этот яск, то есть, запросы на покупку. Я понимаю, и поэтому нужно делать нормально, чтобы это было на сайте. И теперь вопрос, если мы делаем на сайте децентрализованную биржу, то, ну, как бы, все риски децентрализованной биржи здесь присутствуют. Вот. А если мы делаем через API привязку, чтобы можно было купить и продать через децентрализованную, то это уже другое. Ну, все равно, претензии будут к тебе не к какому-то NXT, а ты уже будешь потом NXT, а претензии будут, в любом случае, к тебе. Кто компаниям Клуб Машкина, я вот зашла на сайт, вот человек зашел, в милицию пишет заявление. Зашел на Клуб Машкина, бла-бла-бла, тут претензии, не к каким-то, там, биржам NXT, а к тебе, в любом случае. Даже если ты к этому никакого отношения не имеешь, там, у тебя все поедает, все равно, то есть, иск будет именно к тебе. Я хочу защититься от технических этих сбоев всяких, в том числе, что сайт упадет или там что-то произойдет, то есть, сделать такую систему, которую не убиваем. Ну, понятно, что, может быть, сейчас мы этого пока не можем сделать, но, тем не менее, архитектурно, я себе это как представляю? Вот есть NXT, в NXT через API мы записываем информацию о бит и ASK, и выпускаем два вида токенов. Один вид – это товарные токены, ну, там, условно, гуси токен, и второй – это токены рублей, ну, которые там, как-нибудь назовем, мастер токен, да. И в момент, когда мы хотим курицу продать, то выставляются два контракта, там, один бит, другой АСК. Причем по курсу, то есть, как бы, один – это продажа гусей за токены, за NXT, а второй – это покупка этих мастер токенов рублей за NXT. То есть, NXT, он является промежуточным звеном и проходит, при купле и продаже, проходит две транзакции. То есть, сначала обмен на NXT, и потом обмен на NXT на мастер токены. Это нам нужно постоянно какой-то курс, чтобы там все высчитывалось постоянно? Да. Ну, это можно делать там и раз в день, в принципе, то есть, вручную. Вообще, надо привязывать биржу какую-то и брать оттуда текущую цену в долларах. Плюс, потом брать текущие доллары к рублям и высчитывать, какой сейчас курс в NXT в рублях. Вот. От этого будет перевыставляться. То есть, вот опять же, если человек через где централизованную биржу там хочет, а через сам NXT, он может это сделать. То есть, он в NXT указывает. Если он, допустим, через сайт заходит, то есть, сайт является централизованным выходом таким, но этот сайт торгует не внутри себя, а он выставляет через API в битер-таск, в децентрализованную, в NXT. Сложно, конечно, я бы сказал. Сложно. Я здесь и воспринимаю, я понимаю, о чем-то. Ну, по такому принципу сейчас вот Waves, например, разрабатывается, но я не знаю, когда я там разработаю. Давай пока я предлагаю просто как бы начать, как бы мы, в принципе, в ручном режиме, плюс еще, допустим, в Google Doc, там, к примеру, то есть, когда уже начнут поступать средства, мы можем сделать свой каунтфандинг проект на развитие именно вот таких вот сельских вот проектов. Ну, вообще, не сельских, я имею в виду, а вот каунтфандинг вот таких вот проектов. И для этого нам нужно чуть ли не сказать, что я думаю, да, и мы можем, и вот мы принимаем деньги на ее развитие. Правильно? Правильно. Чтобы у нас какой-то был опыт, хотя бы в ручном режиме это делать, чтобы у нас юридически все это согласовывалось, чтобы когда сделали уже биржу, чтобы у нас там не возникало там тысячи вопросов юридических. Чтобы мы хотя бы в ручном режиме это обкатали. Да, абсолютно верно. То есть, сейчас первое, это, то есть, до того, как мы начнем реально что-то делать, мы первое, составляем юридическую схему и документы юридические, чтобы прикрыть задницу. Потому что, ну, знаешь, даже если мы одну операцию в какой-нибудь школе продаж проведем, то это уже как-то накладывает обязательства. Вот. Дальше мы, как бы, имея в виду, можем проводить это в каком-то ручном режиме легально. Да? А потом мы разрабатываем уже краудфандинг-сайт с функционалом, привязка к Next, либо к Waves, либо к чему-нибудь еще. И тут надо уже разрабатываться и вкладываться. Там разработка, ну, как минимум миллион рублей. То есть, это вообще, то есть, минимум. Вообще, если на коммерческой схеме делать, то, ну, как бы, там разработка, она гораздо дороже вы. То есть, ну, здесь идут цифры, там, сто тысяч долларов, там, и выше. Это с маркетингом. Вот, например, тот же Ермолаев, значит, на, там, свой этот, а-ля блокчейн 3.0, запланировали сто миллионов рублей. Это с учетом разработки и на пиар. То есть, суммы представляют, что у нас денег таких нету, на курицах мы такие деньги заработаем. Да, это не его деньги, это не его слова, да. Вот, ну, понятно, что это тоже вилла на воде, то есть, это не так. Это, конечно, во-вторых, это проект совсем другого масштаба, там у него госблокчейн, как бы, это вообще просто совсем на полная степень и совсем другой объем работы. Это колоссальный объем работы. У нас, если мы говорим про биржу, чтобы гусей на курей на, там, то фактически, если говорим про децентрализованную биржу, то объем работы он там поставим. Ну, ну да ладно. В общем, в принципе, не думаю, что нам придется все делать. Я очень хочу сесть на хвост там тоже самого Вейвса, вот, если они это сделают. Если нет, тогда через Next. Вот, я хотел вообще изначально, что схему повторить, как у Шляпников. Видишь, Шляпников вместе там с этими, они, ну, в общем, они все возновили работы по Акалионам. Не договорились между собой. Ну, и, ну, и как бы, пока на этом, то есть, пока только мы делаем. Ну, ладно, что-то. Да, поэтому мы как первопроходцы. Ну, второпроходцы я тут дал. Не, мы первопроходцы, потому что нет никакой юридической схемы вообще. То есть, мы первых. Вот. Ну, ладно. Давай будем изучать. Я там сейчас ссылки поскидывал. Ну, по клубу, это ладно, это потом. Это всегда там. Давай по юридической этой. Купля-продажа. Там будет возможность, почитай. Да, я позже сейчас, через час. Сяду, почитаю. Дела еще есть. Я тоже попозже. Ну, все, давай тогда отключаемся. Ну, да. Да, давай.